Друзья, приветствую вас на ютубе 24-го канала. Меня зовут Анастасия Норицына и Давид Шарп сегодня вместе со мной. Давид, здравствуйте! Am Israel High! Здравствуйте, Анастасия! Как всегда, спасибо! Всегда это слова поддержки нам очень важны. Спасибо и вам. И спасибо вам тоже за вашу поддержку и за то, что вы всегда находите для нас время. В Нормандии на мероприятии к 80-й годовщине высадки союзников и открытии Второго фронта на следующей неделе будут и Макрон, и Байден, и Зеленский. И вот участие нашего президента подтвердил Макрон, а участие президента Соединенных Штатов Байдена — спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. К слову, я тут напомню, что была информация, что якобы на эту встречу приглашали и Россию. Вот как вы думаете, в контексте того, что сейчас происходит, то, что обсуждается, разрешать там бить оружием западным по территории России или нет, вводить войска НАТО в Украину или нет, могут ли состояться разговоры со всеми сторонами как раз во Франции? Включая, я бы, если бы пригласили высокопоставленного российского представителя, я бы очень удивился. Во время большой войны, уже после масштабного нападения на Украину, это бы выглядело, и насколько я помню, такого рода мероприятиях западные страны избегали приглашать Россию. Хотя, казалось бы, это имеет отношение к российской истории, открытие Второго фронта. Но это не те обстоятельства, тем более, когда собираются собственные лидеры западных стран и президент Украины. Разговоры с Россией те или иные могут вестись на кулуарном уровне, и я не исключаю, что они иногда ведутся. Более того, тот же президент Макрон иногда случалось, звонил Путину или связывался с Путиным в течение этой войны. Однако, не в рамках данного мероприятия, которое будет носить и торжественный характер, и, естественно, лидеры пообщаются насчет важных вопросов, стоящих на повестке дня. Это, в первую очередь, конечно же, поддержка Украины. Зеленскому будет что-то сказать. Я не думаю, что на таком мероприятии есть место российскому представителю. И не то, чтобы я так думал или не думал, но, собственно, последние два года показывают, что этого, видимо, не будет. А насколько важно, чтобы сейчас состоялась именно встреча президента Зеленского и президента Байдена? Это сама по себе встреча, когда и публичная, тем более, если будет, естественно, продемонстрирована приверженность поддержки Украины Байденом, все это важно напомнить о том, что лидер крупнейшей сверхдержавы, по сути, единственной сверхдержавы, несмотря на все оговорки и проблемы, все равно стоит на стороне Украины. Это само по себе важно, но переоценивать тоже не стоит, так как здесь нет ничего нового. А вот переоценивать, вернее, оценивать высоко можно будет, если о чем-то Зеленский и Байден договорятся о чем-то интересном. То есть, если будет какой-то сдвиг, если американцы пойдут в чем-то в большей степени на встречу украинцам, чем до этой встречи, вот это будет важный практический шаг. В противном случае речь идет о, собственно, декларативной медийной поддержке, красивой, правильной картинке. Это тоже важно, недооценивать этого нельзя. Но, как всегда, важны какие-то практические шаги. Не исключаю, что этих каких-то шагов, эти успехи в этом отношении достигнуты либо уже, либо будут в ближайшее время. Но совсем не факт, что это произойдет на встрече или во время встречи. Правда, что единственно важный такой момент, как правило, когда встречаются лидеры стран, и кому-то из них важно, или тем более обеим сторонам важно сообщить о каком-то достижении, то есть есть какое-то достижение в двусторонних отношениях, то, как правило, лидеры любят сообщать о них самих первые. То есть, как бы, ну, чтобы, собственно, по понятным причинам, вполне политического характера. Так что нельзя исключать, что какие-то ранее подготовленные шаги и вещи, которые можно назвать достижениями, будут озвучены во время этой встречи. Насколько весомые, покажет время. Глава МИД РФ Лавров назвал предстоящие поставки Украине истребителей F-16, цитирует действием НАТО в ядерной сфере. Говорит, что Россия воспринимает передачу Украине этих самолетов с точки зрения их возможности нести ядерное оружие. А как вы думаете, Давид, могут ли такие угрозы России приостановить сейчас поставку этих самолетов, так как некоторые страны, мы знаем, к сожалению, уязвимы к таким заявлениям Кремля? Многие страны в той или иной степени важно понимать, что стратегия ядерного шантажа, да и просто шантажа, угроз таких недвусмысленных нанесения ударов, причем будь то и гибридных, будь то и реально военных ударов, эта стратегия в какой-то мере работает. Но со временем многие страны Запада освобождаются от этих опасений, либо освобождаются от них частично. Причем опасений, в принципе, излишних и ограничений, которые они наложили сами на себя. Значит, я не думаю, что это может остановить, естественно, поставку F-16, однако с F-16 вопрос решенный, процесс пошел, и есть даже мнение, что они уже и в Украине. Ну, собственно, в тот момент, когда пилоты какие-то закончили обучение, об этом сообщалось и официально, и по срокам уже кое-какие сроки подошли, можно исходить из того, что время пошло. Либо они уже здесь, в Украине, в смысле, не здесь у меня, а в Украине, либо вот-вот придут. Так вот, но российские заявления такого рода все равно являются частью частично работающей стратегии, от которой, естественно, они не собираются отказываться, и в любом случае это работает на будущее. Это пустые слова, на самом деле, по поводу восприятия поставки F-16 как действия в ядерной сфере. Вопрос, что вы способны сделать? Если вы способны реальными делами запугать Европу, делами, то тогда, пожалуйста, предъявите. Вот так это должно восприниматься во многих странах, и так оно и воспринимается. Многими, но не всеми. Поэтому тут они работают на будущее. Тем более, что сейчас всячески обсуждается вопрос о разрешении на удары по российской территории разного рода средств, в том числе, кстати, из самолётов F-16 будущих. И поэтому они работают и на опережение, и напоминают о себе. Влияет? Да, это по-прежнему частично влияет. Если бы это не влияло, вообще бы вопрос о том, наносить удары по российской территории условно ракетами, атаками и другими средствами американскими, вообще бы не стояло. Это подразумевалось само собой. Но ведь стоит. И Россия от этого подхода не откажется, и, возможно, постарается придумать в нём что-то новое, кроме, собственно, заявлений своих должностных лиц и тех или иных действий гибридного характера. По поводу F-16, мы не знаем, в Украине они или нет, но, наверное, Россия не думает, что уже да, потому что несколько дней подряд они бомбят Староконстантинов, там, мы знаем, аэродром большой, и они, наверное, думают, что там стоят уже F-16. Но если они даже и будут, я уверена, что их мы будем очень тщательно прятать. Кстати, по поводу наших обучаемых лётчиков и персонала, то действительно уже есть информация, что первые специалисты в обслуживании истребителей F-16 начали прибывать в Украину. Владимир Зеленский говорит, что для защиты украинского неба нам нужно приблизительно 120-130 самолётов. Вот с военной точки зрения, насколько вы согласны с таким количеством, ну и насколько они могут в целом поменять потом ход войны? Да, пару слов по поводу Староконстантинова. Ну, как из открытых источников известно, там базируются Су-24, носители ракет Storm Shadow и Scalp, и, собственно, ещё с этого момента, как они таковыми стали, этот аэродром являлся и является приоритетной целью для России. Где они реально базируются и перелетают ли в другие места, я не могу знать. Не сомневаюсь, кстати, что F-16 будут, естественно, приоритетной целью и места их базирования. И предполагаю, что они будут завязаны, это базирование отнюдь не на один аэродром, и, вероятно, не аэродрома Староконстантиновой, хотя, чем чёрт не шутит. Количество самолётов, необходимое для полного счастья, что называется, эта цифра не какая-то устойчивая. Однако цифра 100-120 машин, которую называет и президент Зеленский, и другие официальные лица, это некое число, которое является реалистичным, то есть к которому Украина может стремиться. Это то, что, конечно же, могут поставить страны Запада, и то, к чему Украина стремится с точки зрения возможностей эксплуатации. То есть некое минимальное, но по-настоящему уже большое, значительное количество. Однако понимать, хватит ли этого для полного счастья, тут отвечать, неправильно я имею в виду, защиты неба и других нужд, было бы неверно. Дело в том, что ВВС, это современные ВВС западного типа, это целый механизм. Это не просто х самолётов, или х умножить на 2. Количество, безусловно, очень и очень важно. Однако важны целый ряд других обстоятельств. И вот здесь как раз была великолепная новость по поводу поставки двух шведских самолётов дальнего радиолокационного обнаружения, которые как раз, когда они поступят, тут, правда, есть много вызовов, много моментов проблематичных с точки зрения их защиты, эксплуатации и так далее. Но вот это, например, та самая важнейшая часть механизма, который отличает, собственно, ВВС эффективные и многогранные во всех своих возможностях от просто количества самолётов. Самолёты 100, скажем так, 120 F-16 без самолётов дальнего радиолокационного обнаружения или 60 с двумя эффективно действующими самолётами ДРЛО, так вот 60 будут, возможно, в данном случае во многих вопросах эффективнее, когда у них есть такая составляющая. И это не единственная составляющая, которая необходима для создания полноценного эффективного механизма. Нужны самолёты-заправщики, нужны современные системы радиоэлектронной борьбы. Также очень важен вопрос, будут ли среди этих 120 самолётов, пока гипотетических, машины более новые, чем те, что поступают сейчас. Например, с более эффективными радарами, которые позволят применять ракеты воздух-воздух, например, с максимальной дальностью и с максимальной эффективностью. К чему я веду? Что нужно рассуждать не просто о количестве самолётов, это несколько упрощённо, о создании такого полноценного механизма. И это задача на годы, даже при эффективной помощи и масштабной, потому что необходимо обучение. Те же пилоты, например, их обучают месяцев 6-8. Это когда речь идёт об опытных людях. А когда речь идёт о новичках-курсантах, это берёт годы. А украинцы не могут позволить себе отправить всех пилотов с фронта, которые воюют здесь и сейчас, отправить их на обучение на 8 месяцев. То есть обучение может проходить партиями небольшими. Соответственно, и поставки самолётов. Кому нужен самолёт, который будет простаивать, если его некому использовать 24 часа 7 дней в неделю. Но я упрощаю. Поэтому дойти до количества 125-120 самолётов, о чём говорит Зеленский, единовременно, это займёт много времени. А главное, важно строить ВВС как механизм, а не просто исходить из количества машин. И здесь делаются важные шаги. Шведская поставка — это суперприятный сюрприз и очень важный такой вот кирпичик в этом фундаменте. По поводу этих шведских самолётов, ну это действительно практически глаза в 16-х потом. А вот к обучению персонала на такие самолёты, оно тоже длительное? Оно тоже должно происходить? Или в принципе у нас есть уже в Украине, потому что мы знаем, что есть в России аналог А-50, да, возможно, мы тоже умеем с ними обращаться? Украина не эксплуатировала А-50. Самолёты совершенно нового типа, кстати, это не значит, что персонал А-50 можно было бы пересадить на эти самолёты, и они бы через неделю начали как ни в чём не бывало летать. Значит, тут варианта два. Либо об их поставках было уже, ну шведы, например, давно сообщили, даже тайно происходило обучение. Исключать такой ситуации нельзя, тайно обходило изучение. Если же этого не происходило, и всё нужно начинать прямо сейчас, после подставки, то я предполагаю, что это довольно долгий процесс. Причём это настолько ценный актив, что его нужно использовать, ну буквально на все 100%, с минимумом рисков. Что это не тот случай, когда можно танкиста на скорую руку обучить, что тоже крайне нежелательно, и отправить в бой. Это суперценный актив, штучный товар, и здесь обучение, отработка разного рода приёмов, технического обеспечения. Всё должно быть на самом высоком уровне, без каких-то недоработок. Может быть, этот процесс уже шёл раньше, не знаю, иди, знай, что всплывет. Если нет, необходимы целый ряд мер, которые просто обязательны перед тем, как его нужно использовать. И тут, конечно, речь идёт о специалистах разного уровня. Пилотаж, по всей видимости, чистый пилотаж, если будут отправлены опытные лётчики, которые эксплуатировали самолёты советского типа, а может, кстати, и не советские, в гражданской авиации, в том числе. Возможно, это не столь длительный срок, я тут не знаю, но представляю, что не длительный срок, как для пилота F-16. Однако персонал, который должен работать с оборудованием, это серьёзные, технические, другие знания. То есть тут что-то обучаться необходимо, предположу, что довольно долго. Важность этого оборудования и важность этого самолёта настолько велики, что здесь нет места для торопливости, халтуры и тому подобного. Я предположу, что в ближайшее время те, кто понимают, плюс будут какие-то утечки информации, станет кое-что известно по срокам, но натяп-ляп и быструю руку здесь точно не должно быть ничего. ВКС России тестирует новые ракеты воздух-воздух перед появлением F-16, и они будут расположены на истребителях Су-30СМ-2, об этом говорят российские СМИ, и якобы самолёт будет оснащён двумя ракетами Р-37М. А действительно ли такие ракеты предназначены для сбивания авиации, ну и какая тут угроза для истребителей F-16? Это ракета дальнего радиуса действия, дальнего радиуса действия, ракета воздух-воздух, применяемая с истребителей Су-35, с истребителей МиГ-31 в соответствующей вариации. Вероятно, её постараются адаптировать и на другие истребители, и да, в самом деле эта ракета известна по разного рода источникам, эта ракета с самого начала войны представляла достаточно серьёзную угрозу для украинских самолётов, в том числе есть результативные пуски этой ракеты, и она будет представлять угрозу и для F-16 тоже, потому что, тем более, потому что вариация F-16, которая поступит Украине, пока, это не с самыми мощными радарами, соответственно, возможность запускать ракеты, наиболее дальние, ракеты Амрам, дальностью до 180 километров, у этих самолётов, видимо, будет проблематичной. Не знаю, поставят ли эти ракеты последние модификации, под этим тоже под вопросом на данный момент, но даже если поставят из-за не самого лучшего и современного радара, я предполагаю, что это не будет, ну, скажем так, это будет несколько оверкилл для него, эта ракета. У российских самолётов с ракетой, которую вы упомянули, есть серьёзный козырь против F-16, и поэтому, да, они будут представлять опасность. Это одна из причин, почему бои, воздушные бои, если они будут, они будут для F-16 данной модификации, будут рискованными, потому что им противостоят самолёты, хоть и с разного рода недостатками, но самолёты гораздо более новые вариации, и имеющие вот эти вот дальние ракеты. Естественно, ещё одной важной угрозой для F-16 в районе линии фронта будут дальнобойные системы ПВО, С-300, С-400, для которых они тоже будут приоритетны. Дания, которая нам передаст истребители, вроде как не против использования их для нанесения ударов по военным целям в РФ, ну и сейчас действительно огромные дискуссии идут в Евросоюзе, в странах НАТО, о том, чтобы разрешить Украине наносить удары американским оружием, британским, французским и всем, кто нам будет его передавать. По поводу Соединённых Штатов, то тут, конечно, пока информация разная, вроде как одни СМИ пишут, что Байден уже готов к этому решению, другие пишут, что пока только думает. Давид, а насколько такое разрешение бить по территории России может ослабить наступление нашего врага, ну и как это защитит наши регионы и защитит ли вообще от обстрела в России? Сказать, что это полностью вот прямо окажет непосредственное влияние здесь и сейчас на наступательные действия, было бы неправильно. Защитить регионы полностью тоже невозможно, это важно понимать и вообще нет герметичной защиты. Однако разрешение даже на самом низовом уровне, ну, во-первых, мы понимаем, тут два слова надо сказать, во-первых, в отношении разрешений лёд однозначно тронулся. Многие страны хоть и менее важные, назовем это так, за исключением Великобритании и Франции, но тут с ними некоторые непонятки, потому что с одной стороны вроде как разрешили и за, а с другой стороны пока Storm Shadow и скальпов, ударивших по российским объектам, мы вроде как не видели. Так вот, здесь лёд тронулся, и даже Блинкена вроде бы уже переубедили, и споры идут с самой администрацией, и сам вопрос дискутируется на высоком уровне, причём всё больше и политиков, и чиновников в открытую высказываются за. Направление очень правильное, и даже неожиданно, я бы даже сказал, это некие мои даже оптимистичные предположения на данный момент обошло. Но, но, вопрос в том, чем разрешат и кто разрешит. Давайте сразу перейдём к американцам, потому что у них все тузы в рукаве. Значит, если американцы разрешают бить и ракетами, вот в это мне всё-таки сложно поверить, и ракетами пока, ракетами Атакмс, которые они поставили на 300 километров, кассетными и унитарными, естественно, из установок «Хаймарс» классическими ракетами «Джима ЛРС» на 85 километров, ну и само собой артиллерии, то есть американцы, если дают всеобщее разрешение, то это огромный плюс для украинцев во всех отношениях военных. Во-первых, возможность поражать приграничье силы, которые находятся в приграничье, начиная от ракеток «Джавелин», танк в прямой видимости, и заканчивая артиллерийский огонь без всяких ограничений по российским военным, это серьезный плюс на тактическом уровне, в том числе в таких событиях, как наступление россиян в Харьковской области, безусловно. Касательно ракет «Хаймарс», то же самое, подавление, эффективное подавление российской артиллерии и средств ПВО уже на такой глубине, что было проблематичнее без применения «Хаймарс» или без применения вообще американского иного оружия, даст те козыри, которые у украинцев есть на всех основных участках фронта и которых нет в Белгородской, Курской и Брянской областях. И, наконец, очень важный аспект это ракеты дальние, «Стормшеду», «Скальп» и, конечно же, «Атакамс». Если их применять по российским объектам, то тут такое количество на глубине от 250-300 километров от границы настолько много важных и интересных целей, в первую очередь аэродромов, что Россия столкнется с очень серьезными проблемами. Во-первых, это тяжелые потери будут от этих ракет. И тогда вопрос будет стоять следующим образом. Либо пытаться защитить их массой средств ПВО, радиоэлектронной борьбы и так далее. И вопрос, удастся ли защитить. Пока им не удается защитить свои важные объекты ни в Крыму, ни в остальной континентальной оккупированной части Украины. Либо, и тем более, и при этом эти средства нужно откуда-то перебросить. А далее вопрос, защитят ли они, пока им это никак не удается. И либо перебазировать, либо понеся тяжелые потери, а это так и происходило с Россией по опыту войны, несутся тяжелые потери, после этого происходит с горем пополам перебазирование и смена приоритетов. Если аэродромы приходится перебазировать, это значительный материальный ущерб, это необходимость действовать на больших дистанциях, то есть меньше и меньше эффективность авиации. Это я только по аэродромам говорю. То есть очень и очень важно именно дальнобойные средства, которыми можно поражать важнейшие объекты. И еще один момент, который я считаю тоже таким довольно важным, нельзя исключать, что само понимание России, что она находится, что ее важнейшие объекты находятся под ударом таких ракет, которые россиянам не удается перехватывать, и которые очень хорошо и точно попадают. Возможно, это понимание заставит Россию отказаться от, например, тех или иных ударов по территории в глубине Украины. То есть может возникнуть вот такой фактор взаимного сдерживания и взаимного устрашения. Не факт, что это возникнет, но исключать такого тоже нельзя, и это было бы выгодно Украине. Я так, по крайней мере, это понимаю. И тут тоже нельзя говорить, что это невозможно. США разрешают Украине использовать переданные системы ПВО на территории России и не против, чтобы российские ракеты и истребители сбивались еще в небе над РФ. Об этом пишет The Washington Post. Ну и как минимум один раз ВСУ точно уже использовали американскую систему Патрио для ударов на территории РФ. А вот, Давид, как вы считаете, если у нас будет больше систем ПВО, то сможем ли мы защититься ими и действительно сбивать эти цели еще на подлете к Украине? Чем больше хороших систем, тем лучше. Это аксиома. Тут важно сказать, что даже если их будет намного больше, все равно нет герметичной защиты. Тем более, когда противник сильный и у противника множество средств воздушного нападения. Кстати, в Израиле это наиболее яркий пример и довольно небольшая страна и масса средств ПВО самого передового уровня. Противник даже не всегда использует самые передовые системы и все равно нет герметичной защиты. То есть даже 90% успеха это прекрасно, но не 100%. 100% бывает редко, это всегда надо помнить, иллюзий быть не должно. Больше систем ПВО современных, среднего, европейских и американских современных, и тем более среднего и дальнего радиуса действий, то есть, например, Патриот в вариации ПЭК-2 противосамолетной вариации, это огромный плюс. Чем их больше, тем более эффективно можно воздействовать на российскую авиацию и у границ, тот самый случай, когда были сбиты в Брянской области четыре летательных аппарата, видимо, Патриотом крайне показателен, так и, собственно, над линией фронта. На самом деле, над линией фронта защита войск, которые ведут боевые действия на основных фронтах, на самом деле, это и есть приоритетная задача, потому что, если войска вынуждены отступать, в том числе из-за авиационных ударов, тылу будет, не только военным будет плохо, но и тылу будет хуже. И чем больше систем, чем больше Украина может использовать их на разных участках, будь то в тылу, будь то на передовой, в том числе в тактика засад в первую очередь, тем лучше. Наконец, есть и запас прочности, потому что за этими системами ведется непрерывная охота, а не приоритетная цель для России, были уже и потери, и поэтому, чем и когда их больше, соответственно, потеря и выход из строя, или даже просто полумка одной из систем или нескольких компонентов позволяют другим функционировать и закрывать брешь. Конечно же, количество очень важно, и качество, и количество почти всегда автоматом переходит хоть в какое-то, но качество. Мы уже с вами говорили о том, что Россия не откажется от своих ядерных угроз, но я хочу еще к этой теме вернуться, потому что в Совете по внешней политике РФ призвали Кремль провести демонстрационный ядерный взрыв с целью устрашения Запада. И вот такой призыв опубликовал замдиректора исследовательских программ Совета по внешней обороне Дмитрий Суслов, и он говорит, что таким образом он хочет остановить дальнейшее вовлечение Запада в войну в Украине, и, ну это они так говорят, и в качестве примеров, которые он называет возможные события, это разрешение наносить удары западным оружием по РФ, отправка инструкторов в Украину, сбитие российских ракет над Украиной с западной ПВО, и отправка войск НАТО в Украину. Давид, а они вообще могут и действительно сделать какой-то демонстрационный ядерный взрыв, или если уже ядерный взрыв, то, ну, с последствиями? Вот это заявление и статья, это как раз является частью вот этой политики ядерного шантажа, о которой мы с вами говорили, он перечислил события, они понимают, что все, что перечислено, либо стоит на повестке дня, либо осуществляется, либо может быть осуществлено, и желательно это как-то предотвратить, а как предотвратить, внушить Западу большее опасение. Вот эта вот публикация призвана, естественно, внушить те самые опасения, либо хотя бы поддержать их на нынешнем уровне, или на недавнем уровне. И вот проведение ядерных испытаний, это на самом деле, если мы говорим в рамках не то чтобы разумного, это неправильное определение, но в рамках относительного адеквата, это такой последний и самый мощный шаг в возможном в этой политике ядерного шантажа, потому что слова словами, угрозы угрозами, гибридные какие-то действия на территории Европы и США тоже само собой, но нужно же как-то и к делу переходить. Так вот, проведение ядерных испытаний после того, как много-много лет страны, не Россия, не страны запада, в собственности, американцы, их не проводили, было бы вот таким шагом серьезным, я бы сказал, и громким словом, вот в стратегии ядерного шантажа. Другое дело, что это бы поставило Россию в очень, не то чтобы Россия сейчас находилась в комфортных обстоятельствах с точки зрения восприятия ее цивилизованным миром, и так с этим очень плохо, когда они перейдут вот эту границу, если они ее перейдут, с этим станет хуже, поэтому так просто на подобный шаг не решаться, но вот о нем уже упоминают. Более того, такой шаг, я думаю, не понравится очень многим странам, которые, скажем так, являются партнерами и даже полусоюзниками России, в том числе и Китаю не очень нравится, как известно, бряться неядерным оружием, поэтому такой шаг мне видится в отличие от применения ядерного оружия уже в бою, вот этот шаг выглядит крайне маловероятным, не исключаю его, естественно, но крайне маловероятным. Вот такой вот шаг, когда они дойдут до проведения ядерных испытаний, а до этого будут интенсивно ими угрожать, это более вероятно, предположу, что такое может произойти, когда они почувствуют очень серьёзную угрозу. Это непростой шаг с точки зрения внешней политики, и когда они почувствуют и есть ли очень серьёзную угрозу либо на поле боя, либо в плане изменения позиций Запада, да, этот шаг более вероятен, в отличие от, собственно, применения на поле боя, и говорить об этом, об этом, видимо, будут ещё не раз. А вот чувствуют ли они угрозу, когда наши беспилотники приближаются к их РЛС Воронеж-М, да, там уже пишут о том и россияне говорят, что таким образом Украина и Запад готовятся к нанесению ядерного удара по России. Ну, во-первых, Запад, конечно же, если говорить глобально, то Запад, естественно, готовится к возможности ядерной войны с Россией, но не готовится к практической реализации этой темы здесь и сейчас, и тем более Запад не, как раз Запад в рамках своей осторожной политики, как бы чего не вышло, как раз выражает недовольство этими действиями Украины, а не наоборот, как кто-то пытается представить, Украину подталкивает, анонимное высказывание чиновника, я не помню, или из Белого дома, или из Пентагона, в интервью Вашингтон-Пост буквально сегодняшнее, яркий тому пример. Россия, собственно, Запад и опасается, что понеся урон во всем, что касается возможностей дальнего радиолокационного обнаружения, загоризонтного, Россия почувствует какую-то неуверенность и станет более неадекватной. Я не думаю, я думаю, что Россия чувствует досаду серьезную от того, что происходит, потому что это болезненные удары, это серьезный ущерб, однако вряд ли в России, если там подходят к делу логически, исходят из того, что Запад подстрекает к этому Украину, или исходят из того, что Запад готов нанести ядерный удар, или готовится в прямом смысле в инициативном порядке нанести по России ядерный удар. Если они более-менее трезво смотрят на вещи, эти удары, это не то, что должно вызвать у них какую-то особенную нервозность. Недовольство результатом, безусловно, а вот нервозность и страх, что вот прямо сейчас в образовавшуюся брешь страшный Запад ударит ядерными ракетами, ну, если кто-то так мыслит, то это, надо сказать, неадекватно. А вот, если США сейчас опасаются по поводу таких ударов, мы помним, что они опасались и по поводу того, что беспилотники долетали к НПЗ, сейчас они уже просто молчат, то почему они тогда обеспокоены, если все-таки это оружие Украины, это не их ракеты бьют? Ну, если бы это было их ракеты, возможно, они бы говорили о прямых запретах. Когда оружие Украины, они могут лишь высказывать свое мнение, правда, их мнение весомо, потому что, если что-то их забеспокоит всерьез, у них, конечно же, есть рычаги давления на Украину. С точки зрения НПЗ, я не уверен, что американцы передумали. Я предполагу, что тоже недовольство сохраняется. Возможно, кстати, они увидели, что никаких последствий, которых они опасались, серьезно, ну, там, резкого удорожания цен на нефть, а на самом деле, в основном, они опасались все той же эскалации. Та самая политика, политика осторожности, причем, это еще я так культурно выражаюсь, которую придерживается администрация Байдена, и, как принято считать, ее проталкивает, в первую очередь, советник по национальной безопасности Салева. Так вот, скорее всего, это то же самое, а не просто боязнь роста цен на нефть. И в случае с радарами, понятно, они опасаются любого повода, когда Россия может почему-то занервничать и поднять планку. При том, что Россия заметно слабее в Соединенных Штатах и даже в ядерной сфере, и это знают, кстати, и в России, но в Америке учитывают то, что речь идет о ядерной державе и принятием решений которой, властные структуры которой принимают решения иногда не самые логичные. И вот этот мизерный шанс, что конфронтация с ядерной державой приведет к чему-то совсем нехорошему, это то, что их очень пугает и вызывает опасения, и вызывает заторможенность принятия решений по помощи Украине и по различным разрешениям. И вот здесь, так как они боятся, что Россия занервничает из-за образовавшихся брешей во всем, что касается раннего предупреждения о ядерном нападении, она пойдет на какой-то шаг. Вот это причина недовольства и неважно, чем украинцы бьют. Если бы били американскими, тут бы могли напрямик заявить о необходимости закончить с этим делом. Я, кстати, не исключаю, что на кулуарном уровне украинцы могли и, собственно, по данному вопросу с беспилотниками, ударами беспилотников, могли в более жесткой форме выразить свое недовольство, но этого мы знать не можем. Однако намек на то, что недовольство высказывали уже в прошедшем времени, есть в том самом сообщении Вашингтон-Пост. Напомню, что сообщением о НПЗ в свое время мне, когда задавали вопросы украинские журналисты, мол, публикация в Нью-Йорк Таймс, может это российское ИПСО или чей-то вброс. Нет, это не вброс, как про это стандартный подход и в Пентагоне, и в Белом доме, когда в ведущие СМИ анонимно сливается информация, которая должна быть доведена и до неких политиков, которым она адресована, и до общественности. Это обычная практика у американцев. Немецкое издание Шпигель сообщает, что Польша и страны Балтии предполагают ввод войск в Украину, если российская армия сможет прорвать фронт. Ну и Макрон тоже об этом говорил. А считаете ли вы возможным сейчас прорыв фронта? Возможен ли он вообще? Ну и если говорить о ситуации на фронте, то главнокомандующий Сырский говорит, что Россия перебрасывает дополнительные полки, бригады с других направлений на Харьковское. Россия пытается подавить на многих участках, открыла новый участок фронта на Харьковщине, продолжает наступательные действия по мере того, насколько у нее хватает резервов. Возможно, эти действия будут усилены. Когда говорится о прорыве фронта, это звучит, это нечто такое глобальное и значимое, но надо тоже понимать, о чем идет речь. Вот был, в общем-то, местный локальный прорыв под Очеретино, например, когда российская армия продвинулась на значительную глубину, но это не какой-то прорыв, даже который стал, ну я бы так сказал, вышел на оперативный уровень по своей значимости. Так вот, когда западные страны говорят о прорыве фронта и тогда введении войск, меня, честно говоря, вызывают вопросы подобный подход. То есть, сам подход понятен, что Макрон, а за ним и представители более небольших государств, решили перейти к такой стратегии двусмысленности, чтобы Россия не чувствовала себя комфортно, чтобы Россия чувствовала, что Запад может и способен пойти на дальнейшие шаги по усилению противостояния, в том числе усилению поддержки Украины каким-то вот таким способом, вплоть до отправки своих вооруженных сил. Но, правда, видимо, не воевать на поле боя, но каких-то других способов. Там инструктора, тыловые структуры, та или иная помощь уже в Украине и так далее. То есть, это призвано заставить Россию нервничать и подумать еще дважды, трижды, нужна ли нам эта война, когда вот все идет на пути конфронтации. Но вот что значит, если прорвет фронт? Если прорвет фронт по-большому, то это получается, ну, в общем, поражение Украины в той или иной степени. И когда-то, и что, именно тогда вводить войска и присылать помощь, когда уже Украина фактически терпит поражение, тут есть противоречие определенное. Тем более, понятно, что таких войск немного, и вообще стоит вопрос, а что это, будут боевые части? До сих пор никто не говорил о возможности ввести именно боевые части в Украину. То есть, в общем, сам по себе подход, если Украина, вот так я упрощенно говорю, потерпит поражение, мы введем. Так ведь будет тогда уже поздно, и чему поможут ваши войска? Однако, поэтому, мне кажется, вот такое уравнение, оно немного неверное, неправильный подход, в принципе. Но это часть вот этой новой стратегии, которую активировал Макрон, заставлять Россию понервничать. Для начала на уровне вот таком вокальном. Что касается устойчивости фронта, никогда ни в чем нельзя зарекаться, это понятное дело, это война. Но в целом Украина, получив значительную помощь и получая сейчас значительную помощь от Соединенных Штатов и от остальных стран Европы, после того, как утвержден пакет помощи американский, Украина имеет возможности для эффективной обороны. Это не значит, что противник не может где-то продвинуться, такое уже было и, вероятно, такое уже будет, но для эффективной обороны и предотвращения серьезных прорывов, по всей видимости, условия есть. Очень многое зависит и от украинцев, естественно, в том числе и вопросов формирования вооруженных сил, пополнения численности вооруженных сил, боевой подготовки, планирования и так далее. От этого зависит уровень успешности, но в целом условия для того, чтобы успешно обороняться Украины сейчас есть. А можем ли мы говорить о возможном контрнаступлении Украины, потому что вот мы слышали, что в июне должны появиться Ф-16, сейчас заработает ческая инициатива, боеприпасы придут тоже в июне, плюс, если нам дадут разрешение бить западным оружием по территории России, вот эти все факторы, они могут свидетельствовать о том, что летом мы сможем пойти в наступление? Я так не думаю. Все эти факторы очень важны, и поступление боеприпасов, и помощи, конечно же, Ф-16, которая может уже, как мы говорили, и многие другие возможности, но для того, чтобы перейти к наступлению, необходимо нечто большее. Нечто большее это значительное количество, во-первых, ресурсов, которые должны быть накоплены. Это не значит, что поступило несколько самолетов, и партия снарядов значительная, и все поменялось кардинально. Самые разные ресурсы, я имею в виду боеприпасы, вооружения, системы, должны быть накоплены в должном количестве, и многим необходимо научиться, либо улучшить свою квалификацию по поводу их применения, либо научиться их применять. Ну а главное другое, необходимо сформировать значительное количество частей соединений, способных для того, чтобы наступать масштабно, а не имею в виду какую-то ограниченную контратаку, должно быть значительное количество частей соединений, способных решать, способных и обладающих достаточными ресурсами, я имею в виду это поставки, которые способны решать задачи наступательного характера против многочисленного противника, напротив подготовленной обороны многочисленного противника, то, что оказалось невозможным летом 23-го года, когда не удалось выполнить задачи, то есть здесь нужно и количество, и качество, и боекомплект, и оружие, и очень обширная работа внутри украинских вооруженных сил, и по комплектованию, когда ведь говорят, что не хватает людей на фронте даже для обороны, о каком наступлении можно говорить, да, то есть все упирается и в людей, в качество, в качество планирования, в боеготовность, множество аспектов, которые включают и работу над ошибками касательно летних событий 23-го года, количественно, качественно и масштабные поставки. Если мы берем вот все эти факторы в расчет, то говорить о том, что вот в ближайшие пару-тройку месяцев Украины появится такая возможность, я бы не стал. если все в этом направлении будет идти как надо, не исключаю, что в 25-м году подобные перспективы станут более реальными. Давид, огромное спасибо вам за ваш анализ, за интересный разговор и за то, что вы нашли время для эфира. Желаю хорошего дня и напомню, что Давид Шарп был с нами на связи. Вы, друзья, поставьте свои лайки, пишите комментарии, пишите вопросы, мы сможем их обсудить в наших эфирах. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Всем спасибо за внимание, желаю хороших новостей и до встречи. Огромное спасибо, взаимно, хорошие новости всем нам очень не повредят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok